Ом Ти Ви Юэй про головне. Лапти Аладдина призвали не давать соску 18-летним срочникам, а отправлять их на мясо, чтобы они попали в рай. Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Они являются служащими. Если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Дети Кадырова и генерала Аладдинова в рай, видимо, не хотят. У них на двоих более 20 детей, причем многие вполне призывного возраста. Не должны защищать свое Отечество даже тогда, когда на него напал противник. И когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Ситуация на пожаре нефтебазы в Пролетарске приобрела неконтролируемый катастрофический характер. После сегодняшнего взрыва еще нескольких резервуаров около 20 спасателей попали в больницу. Местных жителей просят ограничить пребывание на улице. Гореть будет минимум две недели. Так что берем попкорн и спокойно наблюдаем, как сгорают путинские нефтедоллары. Так что все успокаиваемся, берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Так что, друзья, рахмат силы, Россия мощь, Бог един, Аллаху Акварь. Давайте уже как бы осознавать. Отечество в опасности. Россия инициировала специальную военную операцию. Не рассчитала свои силы. Взяли бы Харьков. Ясно, что там основной центр логистики и центр обеспечения. Снести нахрен с лица земли, если надо. Жалуется, жалуется и обижается на то, что ее противники, те самые страны, которые хотят нейтрализовать Россию и, по сути, расчленить и уничтожить ее, нам не верят, нас не поддерживают и не готовы слышать. Ну, как бы логично. Откуда постоянно выдвигается Николаев? Так уничтожит Николаев. Я думаю, надо продолжать удары по энергетической инфраструктуре с тем, чтобы все-таки остановить поставки западной техники. Российские вооруженные силы не бомбят города. И об этом всем хорошо известно. Есть как бы откровенные враги. Допустим, Грузия. Тем не менее, мы знаем, что вроде бы Грузия не присоединилась к санкциям. А возможно ли, что Грузия не войдет в НАТО, а, скажем так, повернется к России лицом? Ну, а насчет Грузии я бы хотел начать ответ на вопрос шутки. Теперь-то вы понимаете, насколько правильно грузины сделали, что сбежали в 2008 году, когда война кончилась их бегством. Теперь-то вы понимаете, насколько правильно они для себя сделали. Они закончили войну, в принципе, ну, скажем, не понеся каких-то серьезных, как говорится, жертв и ущерба. То есть, по сравнению с тем, что сделали с Мариуполем, например, когда его там просто разнесли в хлам, то есть, как говорится, грузины очень легко оделались. Наша политика должна исходить из того, что мы всегда должны иметь средства, чтобы не допустить присоединения той же Грузии, например, к какому-либо враждебному нам блоку. Мы должны время от времени показывать, что у нас есть такие возможности, не допустить. Если они не понимают, то да, будет по-плохому. Мы не должны ставить свою волю в зависимость от воли других стран, особенно таких мелких, как Грузия. Леонид, ты понимаешь, что сейчас люди включают телевизор и смотрят, у тебя на столицу нашей Родины полетели, военные отработали, молодцы, ПВО отработало, молодцы. Ну и что, я должен сказать, что мы готовы или не готовы к этому? Я хочу сказать другое. Мы понимаем, что сейчас там, с той стороны, на полном серьезе, НАТО с нами будет воевать. Будет. Оно воюет на полном серьезе. А ты что, вчера этого не слышал? Я это вчера и говорил. Ну, понятно, что Европа нам объявила войну, НАТО нам объявила войну, нас пытаются превратить в изгоя, поэтому нам надо готовиться воевать до конца. Придется пройтись по Европе тоже. Против нас 50% в экономике, против нас вооруженные силы НАТО и действующие военнослужащие Польской и всяких прочих армий. Дело в том, что бред, бредовая идея, бредовый синдром является одним из наиболее распространенных психотических синдромов, с которыми сталкиваются сотрудники скорой помощи. С чего следует начать? Начать следует с того, о чем мы уже говорили, с критериев бреда. Каковы они? Их всего три. Первое. Бред, бредовая идея не соответствует действительности. То есть, если утверждение пациента не соответствует действительности, абсолютно точно это доказано, мы уже можем подозревать наличие у него бредового синдрома. Второе. Бредовые идеи не поддаются коррекции, не поддаются критическому осмыслению. То есть, если даже при наличии абсолютно четких аргументов, доказательств, свидетельств того, что утверждение пациента не соответствует действительности, он продолжает настаивать на них, мы уже можем подозревать наличие бреда. И третье. Бред, бредовая идея полностью определяет поведение пациента. И, судя по всему, придется пройтись по Европе тоже. По центру принятия решений на Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Нужно уничтожать. Которые прыгнули на Россию, всех уничтожать. Это что, германцы, херманцы, это все твари. Всех надо уничтожать. Дотла. В 2014 году Владимир Путин пошел на аннексию Крыма с тем, чтобы поправить ситуацию своим рейтингом. Рейтинг Путина был на высоком уровне в 2008 году. После кризиса экономика восстановилась, но перестала расти. Путинская модель управления государством разрушила российский экономический рост до конца к 2013 году. Уже в 2013 году темпы роста были низкими. И рейтинг Путина в полном соответствии с законами такого рода режима снизился до уровня, где он находится примерно сейчас, 60%. Если смотреть на график опросов Левады, он был 80%, снизился до 60%. Путин напал на Украину в 2014 году. Эта война прошла очень быстро. Популярность Путина выросла до 90%. И это научило Путина тому, что у него есть такая волшебная палочка. Что российские граждане, которые учили историю по советским учебникам, считают, что это хорошая идея присоединить чью-то территорию. Рано или поздно этот туман рассеется. И мы видели, что он на самом деле к 2018 году начал рассеиваться. В том числе и вашими усилиями. Усилиями команды ФБК, усилиями YouTube-канала Алексея Навального, который собирал миллионные аудитории и разрушал эффект путинской пропаганды. Большой удар нанес себе Путин своей так называемой пенсионной реформой. Но в целом я бы сказал, что просто граждане стали задавать вопрос. Окей, у нас есть Крым, а где наши пенсии? Где наши доходы? Почему наши доходы по-прежнему на 10% ниже, чем они были в 2013 году? И Путину все сложнее и сложнее было отвечать на эти вопросы. Отдельная история. Это 2020 год. Опять-таки история про то, что Путин во время пандемии не стал помогать людям. В то время, как Алексей Навальный со своей программой «Пять шагов» сказал, у нас есть деньги, мы их возьмем вот здесь. Дадим людям, страдающим от пандемии, столько-то, столько-то денег. Это тоже был удар по рейтингу Путина. В то время, летом 2020 года, рейтинг Путина был на исторически низких уровнях. Даже были месяцы, когда он был ниже, чем 60%. И, соответственно, Путину нужно что-то было с этим делать. Он отравил Алексея Навального, посадил его в тюрьму, но доходы от этого не выросли. И, опять-таки, то, что вы делаете, продолжая рассказывать российскому населению, это очень важно. Вы рассказываете российскому населению, почему доходы не растут. И, соответственно, Путину нужен был новый Крым. Он думал, сейчас я нападу на Киев, за одну неделю сменю в Киеве правительство, и мой рейтинг опять вырастет до 90%. Соответственно, вот эта проблема, это та проблема, которую он пытался решить. Некоторые люди говорят, что если вы сидите в изоляции два года, как Путин, то у вас начинаются, у вас по-другому рассоединяются нейроны в голове. Я слышал такую историю. Но, в целом, история очень простая. Путин недооценил сопротивление украинцев, Путин переоценил качество своей армии, Путин недооценил единство и решимость Запада. В том числе и потому, что произошло летом 2021 года в Афганистане. Это был тоже важный сигнал, что Запад не обязательно является таким сильным, каким он был раньше. И вот эти ошибки Путина, они привели к тому, что он подумал, что это будет еще один 2014 год. И вот он сделал такую ошибку. Диктаторы делают ошибки ровно потому, что у них нет обратной связи, нет критически настроенных советников, нет политической оппозиции, которая критикует их и вскрывает коррупцию в армии. И все эти проблемы, которые Путин создал своими руками. Он уничтожил независимые СМИ, он уничтожил гражданское общество России, он создал систему, в которой он окружен людьми, которые говорят ему, какой он великий. Вот, соответственно, из этого и взялась ошибка. Всего же в террористических атаках ВСУ только на Белгородскую область были задействованы десятки дронов и более сотни артиллерийских боеприпасов. Удары наносились в окрестностях населенных пунктов Барки, Фанасеевка, Черкасская, Конопелька, Новоивановка, Микайловка, Снагость и Куриловка.